Наш сюжет об ответах на вопросы СМИ. 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 И когда шла реформа, то, вы знаете, было 11 заместителей, как сейчас 12 Министа обороны. Причем, 10 заместителей было нацелено на граждан и сектор, а 2 заместителя было на военном. Я был в начале Крива обоемных людей. Все, что касается сделанной половинной структуре, половинной, я готов отвечать, потому что это абсолютно мои все мысли, идеи, которые реализовывались, начиная от структуры, вооружения в последующей, программы вооружения и все остальные вопросы. Что касается гражданской сектора, вопрос, тоже много было сделано в плане этого, занимались аутсорсингом, но что тут продали, не продали, тут пришлось судить, потому что то, что продали, ничего не подтвердилось, как цены судить, это реально просто уплыли. Что касается поведения Судякова, когда с госпожей Васильевой произошло, это я не знаю, явилось ли на основу стали его снять, или какая-то причина, а то будет тяжело судить, что до сих пор, скорее говоря. Но когда зарождалась военная реформа, обставил один вопрос, что вот на то, чтобы было заложено в концепцию создать современные мощные, маневные и вооруженные силы, освященные современные техники и пять задач, вы помните, прописано в роду, то нам сказали, что на это нужно денег столько, что страна просто голая будет ходить. Я должен сказать в этом плане большое спасибо Судякову, он считает деньги, наверное, лучше всех в России. И в плане того, что написала пресса, что он там налево-направо, он в течение почти года все просчитывал, и на вопрос реформы он был заявлен в правительстве, что на реформу вооруженной силы денег нам не надо ни копейки. После этого все согласились с нас. Вот здесь сказал, что то финансирование, которое идет сейчас по министерскому роду, где мы испытываем проблемы с горячим, с продовольствием, с формой отдельности, вы его оставьте только, больше нам ни копейки не надо. Мы все сделаем, в три раза ищем денег содержания офицеров, два раза пенсионеров, и был заложен нами в пятнадцатом году, в пятнадцатом году увлечь еще раз, в два раза денег содержания офицеров, и в два раза пенсионеров. Вот это, что было заложено по этому вопросу. Поэтому, что от него, вот чисто как бы, человек к человеку негативно, я к нему никаких не спотвучал, единственный человек, который взял на себя ответственность в этом плане реформирования, потому что от него зависело очень много, да или нет, он сказал да, и убедились, что необходимость реформы именно той, которую прописали в руководство страны, и ее реализовывали. Что касается войны с Осетией, то когда у них в наши планы, безусловно, в точку попали, вопрос на ответной деятельности был, конечно, крайне сложным. Вообще было так, если, что здесь суд начнется, сразу все Осетины займут оборону вдоль границы, нанесут поражение этим формированием и свою целостность сохранят. Вот примерно от двух словопна. Но вы знаете, что не получилось ни первого, ни второго, ни третьего. Пришлось все это уже в ходе конфликта реализовывать. Единственное, я в этом плане хочу вам сказать, отлично мое мнение, что если любой вооруженный конфликт, любой вооруженный конфликт, в течение недели или в общем десяти дней не закончен в полном объеме, а на это должно быть работать все, и военные мысли, и решение, и все остальное. Значит, любой конфликт перенасает внутреннюю структуру, которая называется замороженным конфликтом. Вот эти конфликты имеют огромное количество. Поэтому, если конфликт есть, надо решать вот такими силами и средствами, чтобы его в течение этот срок закончить, иначе он будет провязываться еще долгий год. Об этом по вопросу можно дискутировать еще много, поэтому очень сложный вопрос задать, такой объемный. Вы правильно сказали, тяжелый.